Я вас отключаю, но я вас отключаю. И так наш парень. Заходите к нам на огонёк. Итак, добрый вечер, дорогие друзья. И вновь в эфире через две недели спустя с небольшим перерывом программа Наша Ганёк на Демос Radiovisual и мы, ее ведущие, Liliana Борисюк и Нона Фамина. Bueno, estamos, nos extrañaron, gente. Tuvimos una interrupción de una semana, estuvimos con un descansito y recién después de largas dos semanas de no vernos, por fin Наша Ганёк в эфире и Нона Фамина и Liliana Борисюк. Estamos, estamos en el aire. Bueno, tuvimos en esas dos semanas muchísimas noticias y tuvimos noticias, muchos eventos, bueno, estábamos a full, a full. Очень насечено. И, ну, прежде всего, хотелось бы все-таки напомнить о том, что буквально, чуть ли не в прямом эфире, рождён был внук, Liliana. Sí, ese lunes cuando estuvimos nosotros acá, yo creo que nos quedamos todos choqueados, entonces por eso descansamos una semana. Este, casi, casi a la, pero entrando yo a conducir, Наша Ганёк, me avisaron que nació, este, Camilo, Camil, ¿no? Camil. Camil, sí, estás Camil, ya. Este, estamos con una personita, este, nueva en este mundo y ese mundo que va a ser seguramente mejor, siempre para mejor y que nosotros le estamos preparando ese mundo que también un mundo con, que de una descendencia que él tiene eslava, porque tiene sangre eslava y estamos ahora con, él está en Argentina que nació de, de, de una hija mía que, yo digo, estamos haciéndole un mundo como mucho más amistoso, con muchas más relaciones, que se va a saber de qué, que su abuela en un momento hizo todo esto, justamente para el futuro de ellos. Y ahí me la última... ¿Voy a crecer? No, yo creo que este решение como que ellos primen, como que ellos, no, 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 ellos crecen en la círcula católica, porque, como que los padres, no, entonces, aquí, aunque nos dicen que en la círcula, que la círcula católica, que la círcula católica, pero el padre, el padre, su familia es muy religiosa, los católicos, los católicos, los católicos, con constantes con la círcula católica, con la círcula católica. Yo creo, que él va a ser católicos, si, en el caso, no, no, no importa. Yo creo que lo más importante, que él realmente era un hombre, era un hombre, y, bueno, y, bueno, y, bueno, y, bueno, y, bueno, y, bueno, es, bueno, en nuestra vida, que él así es lo que es que yo le decía, yo le decía en español, что, в общем, мы вот как раз те, что мы занимаемся этим, которые с такой любовью относимся к программе, и всё, что мы не делаем для, как бы, вот этого нашего мира, который в данный момент, он так связан тесно, да. Вот мы эмигранты такие вот, как бы, из далёкой такой страны, из вот таких далёких корней, славянских корней, вот. И мы готовим это вот будущее им всё-таки. Всё-таки это же наши дети, наши внуки, которые исходят из нас. В общем, этот мир готовим моём, чтобы они с нас не забывали нашу культуру, чтобы у них были корни, чтобы они знали, откуда идут их родители, откуда идут их деды. Вот, поэтому я считаю, что, в общем, Камиль, это как бы все те, которые внуки у меня родились, и мои дети, это всё-таки всё, что я сегодня, кажется, вот вкладываю в такой любовью, вот, вот программы, все программы, которые, как бы, вот, все мероприятия, которые вкладываю, всё-таки это частицы я вкладываю в них. Я всегда думаю о них, когда я это делаю. Ну, а, конечно же, мы думаем о будущем, о поколении, и, конечно же, не только мы, и много людей, которые здесь, наша диаспора такая большая и очень дружная. И давай расскажем о том, что какие события происходят для того, чтобы как раз-таки поддерживать культурный уровень наших соотечественников здесь, вот, в Аргентине. И хотелось бы, прежде всего, вот, объявить о том, что уже состоялось открытие рождественских чтений. Это было 24-го, да? Это было воскресенье в 14 часов, это было начало программы чтений. Она, значит, начинается 24-го. В 9 часов было утра Божественная Литургия. Вот, и в 14 уже было торжественное открытие чтений. Это было на территории Русского дома, который находится на Реводаве, 4266. Вот, и была выставка детских рисунков. Я так поняла, что торжественное открытие было сделано, вот, и пленарное заседание самого, самим митрополитом аргентинским, южноамериканским Игнатием. И вот эта выставка, она очень интересное название, названа была «Красота Божьего мира». Такая детская выставка рисунков прошла в это время. И напомним, что эти чтения продолжаются, и следующее будет чтение 26-го ноября в 19 часов. И я так понимаю, что будет это уже в салоне Кафедрального Благовещенского собора. Нет, значит, а там это, значит, на улице Анасагасти, а в Палермо, значит, это просто, значит, просто организовали круглый стол педагогов и родителей, учащихся в школе при посольстве. Это будет, значит, беседа. На Анасагасти есть такое здание, которое, оно принадлежит тоже, ну, как бы сейчас, видно, организовали там культурный центр. В общем, оно, это было раньше бывшее здание РИА Новости. Вот, и вот в этом здании сейчас организовали этот круглый стол. Он, в общем, очень удобный, много помещений. Вот, и там, значит, и будет, вот тут пишут, смотрите, кто будет участвовать. Будет, значит, воспитание духовно-нранспортных качеств, учащихся в примере братского единения народов СССР в годы Великой Отечественной войны. Руководители, значит, исполняющие обязанность настоятеля Благовещенского кафедрального собора, протеерей Сергей Юрин, педагог начальной школы при посольстве Аргентины Панченко. В салоне Благовещенского кафедрального собора это будет, наверное, на Сагасте, 2031 полярму. Значит, всех, ну, как бы, мы должны учесть, что это все-таки будет русскоговорящая диаспора, там беседы будут вести на русском языке. Поэтому это вот желательно, конечно, люди, которые какое-то отношение имеют к русскому языку, для того, чтобы это будет, конечно же, ну, знание, которое получат те люди, которые учатся, может быть, русскому даже будет очень приятно понять. Я думаю, что всем, кому интересно это мероприятие, все могут посетить его. И у нас будет на нашем, в наших соцсетях, на нашем фейсбуке выложена программа полностью, где вы можете посмотреть, зайти и увидеть вам удобное мероприятие этих рождественских чтений, потому что они будут длиться какое-то время. Безусловно, мы ждем в гости самого митрополита Игнася к нам на программу, которая нам расскажет тоже об этом более подробное. Но об этом мы сейчас не будем, скажем, подробно говорить, потому что у нас еще есть различные интересные события. Давай смотри, давай, давай, давай. Давай смотри, давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Bueno, rapidito, en español, porque me están escuchando en este momento las personas que, por lo menos, contacto se hizo desde Moscú. Le mando muchísimos saludos a Armen. Acá estamos, Nona Famina, con los senos, porque yo te hablé de ella y, o sea, mucho en nuestro programa. Bueno, soy yo, me conocés, Liliana. Bueno, te estoy mandando, es un escritor talentoso, y está por lanzar un libro que escribió en idioma ruso y que, bueno, está tratando, está tratando de hacerlo en dos idiomas para que nosotros también podamos leer ese libro. Entonces, sería para nosotros un honor, yo digo en español, porque así escuchan, sería para nosotros un honor de representar la canicia de la program. Bueno, me gustaría, por lo menos, de la ciencia, si hubo nos позволía, разрешía, presentar la canicia, presentar la canicia de ella, y ser, porque somos muy contentos, y todas podemos dar una sensación para todos los que nos acompañan, que nos mandan a la program, creo que, bueno, también, 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 vamos a hacer un mejor У нас легкая рука. Мы в очереди. Вы понимаете, по-русски? Конечно же, не очень хорошо. Мы очень рады, которые приходят сюда, которые говорят, что после этого будет выполнен. Вы можете посетить субтитры, поэтому, конечно, этот книг мы получаем. Но, ну, мы уже в тратации. Мы в тратации. Поэтому, в любом случае, в любом случае мы будем... Мущества, Армен, мы здесь так рады, и мы вас тоже помыли, и мы с тобой, и это очень важно, чтобы вы посетить в любом случае. Если я разговариваю, я вам возможность субтитров, но я вас просила, конечно, Обязательно это так и будет. А сейчас я хочу всем вам, дорогие друзья, раскрыть один секрет, кто еще об этом не знает, но я думаю, что об этом уже знают все абсолютно, не только в Аргентине, но и за ее пределами далеко, и в России, конечно же, что наш Дом России, Россотрудничество, отмечает в этом году годовщину 40 лет. И по этому поводу мы, конечно же, не можем поздравить от всей души, безусловно, прежде всего, директора Ольгу Муратову, которая действительно стяжала нашу любовь, уважение, столько она уже за этот короткий период времени сделала, столько событий произошло, столько гостей привезла, и просто очаровала всех нас своим таким миротворческим характером. Поздравляем вас, от всей души. 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 О том, что были награждены наши соотечественники, которые проводили активный образ жизни здесь, за рубежом, в эмиграции, и очень многое сделали для всех нас. И вот Лилиана как раз рассказывает о том, кому были вручены награды. Поздравляем вас, от всей души. Поздравляем вас, от всей души. Валик, да, Валик, это просто у нас, как сказать, вот такой наш ангел, как бы, потому что он всегда, он когда, всегда он при нас, всегда мы когда какой-то просьба, какие-то нам костюмы, какие-то нам нужны, и клубы. Но вообще везут с ангелами. Да. Бурскопол, особенно. Да, особенно. Почему это? Бурскопол, fireн. О różдение. Это нужно. Бурскопол, это нужно. Бурскопол, это свой ангел, в избран, в volunteered. Бурскопол, это был приглашем, который вообще не пищал, правда, но не в емкости. На recommence, Leon, мы-хняка, но в нашей жизни злая absolуны, он окружается отoda на бумагу, он мне embarrassing, он в инъ TIM hace многоАгаааае, и наш ensemble. Человек-ч Andrew admittedly,HANя, а вот задуман спасибо. Вот это ТВ Юня, Праздник, Матушка Рус, он делает много, много, много для нашей комедии. Ну, это первое, что он приглашал в работу, ему дали медаль, видите, что это ледяная, медаль красивая. Я его позвали первое. И еще, Анна Мария Ли. Анна Мария Ли. Президент Цветок Сорса, президент Цветок Сорса, de los emigrantes. Ella es además, ella es perteneciente al club Belinsky. Вообще, несмотря на ее достаточно молодой возраст, ей, по-моему, 36 лет, и она достигла таких результатов, она не только отвечает за Градиционный совет наших соотечественников, сейчас она является президентом, но она полностью занимается с всеми коллективами здесь. Да, потому что она же председатель этого Ксорса, и она в клубе очень активная деятельность. Не только в клубе, она еще занимается полностью, курирует все клубы, не только наши русские, российские клубы, то есть все коллективы. Да, да, да. Это какая ответственность огромная. Молодец, поздравляем. Да, и сила салютамо, потому что она очень любовная, она очень любовная, но она очень любовная. Я ее люблю очень лично, потому что она имеет коллектив, удовольствие, для трата. Я, на самом деле, к ней с теплом, уважением, с любовью отношусь. Она очень такая женщина, которая всегда как бы всем, она такая вот всех как бы охватывающая. Она как-то вообще успевает, все это делает. И ласковая такая, я вообще, это вот, мой кореневый вопрос. Это вот то, что показываете вот на столе, это потом все эти угощения, которые у нас были. Был из эфир. Все снополи, да? Вкусно. Был из эфир. Bueno, todo eso, nosotros estamos mostrando la entregа. Ака viene Anastasia Turskaya. Está recibiendo, de manos del embajador, está recibiendo un диплом, en el cual se reconoce el trabajo del Consejo de Jóvenes. Она же президент, молодежная организация XORSA. И ей дали тоже дипломы. Я так понимаю, дали дипломы, благодарности. Многие их отметили. Но вот награды... Медали надали четырех. Валерия Ерюмин, Анна Мария Лис, Сильвана Ермолюк, Строганова и Страсак. И Александр Страсак, президент клуба Белинский. И Сильвана Ермолюк у нас является теперь президентом всех... Она президент всей эксорсов всей Латинской Америки перед международным эксорсом. Она участник международного эксорса. И она представляет Латинскую Америку. В общем, она не только нашу страну представляет, а как бы Латинскую Америку перед международным эксорсом. Но огромные заслуги наших соотечественников просто не могли не заметить. Я партелью хочу говорить сегодня, потому что ее назвали директором Русский мир. При университете УВА открыли представительство Русского мира. Это такая очень крупная организация, которая во всем мире занимается. Русский мир, это вся информация проходит. Потом книги, потом эти переводы различных фильмов и классиков. Русский мир это очень крупнейшая организация, которая отвечает за прессу. И она сегодня представитель Русского мира, открыта отделение Русского мира при университете. И она директора Русского мира. Поздравляю от всей души, это так приятно, что всего мы достигаем. Bueno, todo eso, Адель, porque vinieron на программу nuestro. Bueno, это просто необходимо пригласить по второму кругу всех наших гостей. Да, 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 да. Да, 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 да. atención, видите, Investigало все это делают все. он важный для нас, как бы они получили дипломы и премии, и, в общем, за свою работу, я говорю, и та же, вот та работа, которая вошла, даже они тоже к нам пришли, как только мы начинали, наше начинание, нас поддержали, мы же совсем в другой, как бы, стороне, мы, ну, как бы, отдалённый вечером, и они нас поддержали, поэтому, говорю, это вот всё, что они делают, как бы, да, всё-таки поддерживают, это мы ценим очень, потому что всё, что они делаем, мы, конечно, мы с любовью, но если у нас нет поддержки, нас не, как бы, нас не признают, что мы полезны для кого-то, значит, всё-таки наша работа, как бы, она идёт, ну, это вот, поэтому... Ну, я думаю, что всё равно, конечно же, плоды видны, и мы, дорогая Лилиана, недавно отметили годовщину нашей программы, и убедились в том, что нас любят, нас смотрят, и много пришли гостей, нас поддержали, да. Да, 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 да. Она очень красивая, очень красивая, которая будет проносить репрезентантом этой Иглесии. Надо сказать, правая рука нашего митрополита Игнасио Тамара Ивановна. Тамара Ивановна Яродская, даже не знаю, как произносить Тамара Ивановна, если я неправильно принесла вашу фамилию. В общем, она правая рука и тоже очень много как бы уделяет нашей диаспоре. Мы все ей благодарны, она присутствует, когда мы делаем благотворительный концерт. Она всегда поддерживает, всегда приходит. Ну что ж, у нас время как бы всегда так поджимает, а новостей у нас не убавляется, их все равно много. И, конечно же, не могу отметить то, что сослугу, опять же, нашего Дома России и, в частности, Ольгу Муратову. И благодарности огромное за то, что она здесь участвовала в организации кинофестиваля международного, российского кинофестиваля российского кино в Аргентине. И это раньше проходили и в Австралии, и в Новой Зеландии. И вот мы такие счастливые люди, что дожили до таких времен, когда к нам приехали звезды, наши любимые актеры, знаменитости, продюсеры. Как здорово! Ноля, был целый фестиваль «Синер Руссо». В те годы, далёкие-далёкие годы, когда, значит, ещё до… Даже в военное время здесь было. Было на улице Кориентес, такой кинотеатр, который была неделя… То есть были советские фильмы. И были где, значит, советское кино показывали. И оно было очень любимым вообще здесь. Los argentinos querían muchísimo. Estaba «En Corrientes» и «Callao»… «El cine…»… «Cosmos»… Уй, me está fallando la memoria. Alguien me corrige. Ты, моя дорогая, вот прости, что мне придётся тебя, наверное, сейчас чуть-чуть прервать. Потому что сейчас вот на ГТАВе буквально репортаж о том, как провели здесь наши звёзды, время, что они успели показать, какие фильмы здесь проходили. Пока ещё показывали, сколько уже фильмов прошло у нас? Вообще привезли 14. Но я предлагаю посмотреть репортаж, а после этого немножечко обсудить… Да, сколько уже фильмов просто показов было? Сколько? Три, четыре? Нет, достаточно много было уже фильмов. Но я думаю, сейчас давай всё время посмотреть репортаж. «Ой, nos vemos ahora, ¿nos está en russo o en español?» «Russo»… «Рус». Проходите, это у нас… Дорогие друзья, у нас очень интересная новость. Сейчас мы буквально ожидаем, с минуты на минуту, приезду наших дорогих гостей, которые приехали из России. Это известные актёры, продюсеры и директор фестиваля кино. И буквально через 2-3 минуты сможем взять интервью у актёра Александра Паль, продюсера и директора кинофестиваля «Кинотавр» Полины Зуевой. Также здесь будет Дмитрий Довиденко, который и есть директор фестиваля международных, скажем, российского кино «За рубежом». И также продюсер Наталья Макритская. Мы их ждём с минуты на минуту, сейчас мы их встретим. И у нас получится взять совершенно небольшое интервью, но зато это будет индивидуальное интервью здесь, в Аргентине, для программы «Наш Огонёк» на Демус радиовизуальный. Ожидаем! Здравствуйте! А вы Полина! Очень приятно! Проходите, это Анна. Здравствуйте, Анна! Пойдите, присоединяйте на диванчик. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, вот нашим зрителям о фестивале, который сейчас проходит в Аргентине. Дорогие друзья, мы приехали в Аргентину. В нашей российской делегации мы привезли 14 фильмов новых российских фильмов. В частности, нас поддержали такие замечательные актёры, звёзды российского кино, как Саша Пайл и Ира Крюбачёва. У нас есть представители, продюсеры, Наталья Макрыцкая, Полина Зуева. Полина Зуева делает большой российский фильм фестиваль. Самый большой. Да. И мы привезли суть на самый лучший фильм. Фильмы проходят в Центральном Союзе Театре, в поле Сайлеса, в Синеполис Риколета. И сегодня, как мы в самой футбольной стране, мы идём смотреть футбол. Для нас это очень удовлетворительно, неожиданно. И мы очень благодарим за приглашение. А почему именно такие картины привезли? Такие-то какие-то. Ну вот, выбор картин на основании чего был? Фильмы разные. Просто в прокате деньги. А самые прокатные? Нет, нет. Самые прокатные и получающие утрезы на международных выпуск. Ну, это разное кино, разное по жанру. В том числе и детский мультфильм, который специально по фестивалю. Он сделан испанский пляж. Мультфильм по фиксике. Надеемся, что маленькие аргентинские зрители тоже оценят наш вид. Скажите, пожалуйста, дорогие друзья, как вам вообще Аргентина? Вы первый раз приехали? Да! У вас тепло, красиво, вкусно. Птицы поют, красные, роскошные. У меня мясо дешевое, очень вкусно. Мужчины красивые, с усами. Погода прекрасная. А главное, очень хорошие зрители. Зрители эмоциональные, умные. В основном аргентинцы. Это приятно. Да, выбрать вопросы. Это очень понравилось. Мы прямо фанаты Аргентины и будем всем рассказывать. Для каждого русского человека бывает Бонус Айрес, такое название. Это, конечно, мечта. А почему решили в этом году Латинскую Америку охватить? Потому что раньше была Новая Зеландия, Австралия, а в этом году прям Аргентина, Парагвай... Венесуэла будет. Венесуэла будет. И нам надо куда-то военную базу перепровнять. Поэтому сначала кино, а потом сюда свои корабли, ракеты... Стратегическая подготовка. Конечно, конечно. Мы это и рассчитываем. Фильм, в котором он снялся, это про любовь, да? Да. Замечательный фильм, ты, как всегда, не отродил. Мне кажется, что действительно ты похож на Водрова, безусловно, что есть такая манера, но ты уже создал свой имидж, однозначно это ты, ты узнаваемый актер, и тебя очень любят. Ну вот насчет девушек, кадри девушек, да, вот у тебя встречалась такая ситуация вообще в жизни, что тебе приходилось идти вообще? Как ты знакомишься? Ты женат на сегодняшний момент? Не, я не женат, но я скажу, что я не любитель знакомств в таком виде. То есть оно, если у меня протекает, оно протекает в каком-то общем круге, где происходит вот этот новый человек. Я знакомюсь, если мы человек приятен, тогда у нас есть повод, на чем поговорить. Не так, чтобы я в паре или в круге, где-то с каждым знакомств, это редкость. Но бывали такие случаи, когда он говорит. То есть непосредственно под алкоголом? Ну не всегда, но бывали такие случаи, да. Я не могу сказать, что вообще не знакомлюсь. То есть это не для тебя нести шляпу, ты как-то обычно подготовишь. Либо ты под алкоголем и несешь уже вообще там... Если я под алкоголем, я несу не только шляпу, я несу все. Все шляпы. Сносишь шляпу, буквально, в смысле. Я даже не разговариваю, я просто беру и перезону. Ничего себе. Тогда такой вопрос. Есть у тебя девушка? Да. Можешь рассказать о ней? Нет. Это секрет? Это не секрет, просто личные вещи, я стараюсь не меня фишировать. Ну как ее зовут? Ты известная личная? Не могу сказать. Вот так. Все скрыто. Хорошо. Расскажи об Аргентине, твои впечатления. Я здесь не впервые. Я был в Чили и взял машину и ездил в Компатагонии. Поэтому я видел, может быть, одну из лучших в частях Аргентины. Это ледники, горы, степи вот этим вот. Я был влюблен просто в природу Аргентины. Город для меня, ну, я могу сказать, что он приятный, но город для меня в любой стране практически есть город. Конечно, торговые центры, клубы, бары, все примерно где-то чуть лучше, где-то чуть хуже. Но ты не поймешь, что она не побывала в провинции, не побывала в таких округах Патагонии, или как Сибирь в России, Байкал, Чуковка. Поэтому я, конечно, Аргентину люблю за Патагонию. Не забывай себя. Это классно, но ничего такого нового я здесь не могу. А Патагония у вас в Калеке. У нас пять климатических поясов, можно еще посмотреть. Еще приехать, посмотреть. Безусловно, я вообще люблю побывать в разных странах. Я понимаю, что Латинская Америка для меня это неизвестный континент. То есть помимо Чили и Аргентины я не был нигде. Я бы с удовольствием съездил и в Боливию, и в Кладорию, и стоял в машине на сколько. Не сейчас. В Боливии неспокойно. Я понимаю, в Чили тоже. В Боливии неспокойно, и в Боливии неспокойно. Ну а когда там было спокойно? Ну так как сейчас, по-моему, давно не дома. Есть путешественники наши, которые из России, ребята, вот сейчас путешествуют из Таджипистана. И они часто к нам заезжают и рассказывают. И слава Богу, у них как-то все хорошо получается. Все отвлекаются, все помогают. Это здорово. Если у тебя возникнет такая идея, мы ее поддержим. И будем наблюдать за тобой, помогать и сопутствовать. И буквально уже только с Виснем тебя будут встречать и провожать по цепочке. Здесь уже все проработано. Обязательно. Ну, я бы прям с удовольствием по Латинской Америке. Это уникальный континент, я считаю. То есть в Северной Америке, я его примерно понимаю, гораздо более ожидаемо. Мне кажется, понятно, что Латинская Америка, это что, наверное, уникальный. И аргентинская энергия, и футболистская энергия. А вы вообще болельщики, да? Конечно. Наташа ждет в номере футболиста вечером. Я победу. Самая самая победа ждет. Я очень люблю победу. Надо решить, за какую команду будут играть. И играть. И за кого будут палить играть. Мы сегодня были в районе Лабока. И мы видели стадион. И этот у нас 100 людей, когда уже были ранним утром. Мы люди в футболках с названием команды. И мы понимаем, что что-то нас ожидает, наверное, интересный. Валейте. У меня же вопрос к Полине. Вы же у нас продюсер конкурса, фестиваля Кинотагра. И в одной статье вы сказали, что наконец-таки добились того, что люди приучились одеваться красиво на красную дорожку, а не выходить в помятых шортах. Так вот, у меня к вам вопрос. Как вы этого добивались? Вы давали выговор и по шапке? Нет, никакого выговора не по шапке. Мы принимаем гостей, мы всем рады. Просто мы намекаем им о том, что... А вот как вы намекаете? Были какие-то ситуации курьезные? Мне платили за это. Тебе платили за то, чтобы ты купил себе костюм? Нет, чтобы он его надел. А, чтобы он его надел. Это ноу-хау, это умеете общаться с людьми. Я могу раскрыть это. 50 тысяч рублей. У Валины всегда. А ботинки еще два аффицируют. У Валины просто всегда очень серьезные спонсоры. И поверьте, что это очень важно, когда звезда одетая. И не только звезда, когда все выглядят очень приличные, а потом какой-то. Ну, это создает ощущение праздника. И атмосфера. И атмосфера. И атмосфера, и это в первую очередь зависит от гостей, людей. И дает другую атмосферу. Безусловно, это очень важно. Безусловно. Ребят, спасибо вам огромное вообще, что вы решили приехать. Ребят, спасибо вам огромное. Ребят, спасибо вам огромное. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Productos para el bienestar físico y emocional Tratan dolores de cabeza, musculares, problemas de piel y anímicos